Ребяточки, всем большой привет! Мы с мамбушенькой выходим к вам, но мамбуша совсем не хочет на руках сидеть, мамбуша не любит это всё дело, поэтому отпустим мамбушу. У меня сегодня такой спонтанный влог созрел, покажу, как у крыс дела, и, наверное, стоит всё-таки упомянуть для некоторых людей, которые до сих пор ещё не знают, что у меня 14 марта ушёл из жизни Шуня. Вот. Я особо не хочу это комментировать, не хочу это всё опять ворошить, вспоминать, потому что я уже это проговорила, я это рассказала в сообществе YouTube буквально на следующий день, также я писала это в Телеграме в своём, если вы не подписаны в Телеграм, переходите. Ну и, в принципе, вот такая печальная новость. Да, ребят, не ожидала я, что это произойдёт так быстро, только недавно снимала видео о том, что Шуне и мамбе 2 годика, желала им долгих лет жизни, желала им здоровья, но так вышло. Вот. Поэтому не хочу это комментировать сейчас заново, просто покажу вам, наверное, как крыски живут. Мамба! Мамба, иди ко мне! Зачем я туда пошёл? Я там просто снимала распаковку с Шейн для второго канала своего, поэтому у меня там немножко такой бардак на заднем плане. Ну, мамбуша, ты чё там в батарейке-то? Ну, чё-то присел. Короче, у мамбы последние два дня опять съехала челюсть. Я уже замучилась, на самом деле, с этим, потому что, ну, ротолог нам сказал, что это ничего страшного, что у него просто сводит челюсть, когда он зевает, и это не длится больше суток. Но вот эти дни, у меня первый раз такое, что уже второй день у него такая челюсть. Приходится кормить его пюрешками, ну, в общем, я вам всё вставлю, сниму, потому что я уже сняла эти кусочки. Куда он ушёл? В общем, я пойду его ловить, ребята. Ну, и дальше вставлю вам крыс, и немножко вставлю своей жизни. Показываю своих крысожопок, как у них дела. Живут теперь мамба с Илюшкой вдвоём. Вот Илюшка. Илюха стал немного напряжённый, постоянно какой-то такой с опаской к нам относится с Андреем. Хотя раньше прям он был такой дружелюбный, я бы сказала. Вот. А мамба вообще как-то не очень. У него сейчас появился парфирин на одном глазу. Опять съехали зубы у него, челюсть нижняя. Поэтому я его опять кормлю пюрешками. На данный момент он кушает пюре и морковку. И ещё я ему даю иногда яблоко-пюрешку и цыплёнок. Вот. Ну, вообще у него съезжает так периодически челюсть. Как нам сказал ротолог, что это от того, что он зевает, у него просто сводит челюсть. И, в принципе, дольше, чем один день это не задерживается. Вот. И потом всё проходит. Да, Илюшка? Привет. Привет, мой сладкий мальчик. Зачем ты мои пальчики облизываешь? Они же мазью намазаны. Не надо, Илюш. Вот. Живут они, в принципе, вдвоём хорошо. Ну, взаимоотношения у них хорошие. Могут поиграться, подраться, спят вместе. Ну, короче, хорошие у них взаимоотношения. А вот, например, у Илюхи с новым крысёнком, с Матео, очень всё плохо на данный момент. Решила мам бы еду украсть. Так лапкой берёт и слизывает с лапки. Так смешно. В общем, у Илюхи с новым крысёнком всё не очень хорошо. Когда я их первый раз знакомила, когда Шуня ещё был, он очень хорошо себя повёл. Прям я думала, что с Матео они будут лучшие друзья. Но, в итоге, сейчас, на данный момент, у него появилась агрессия, очень сильная агрессия к Матео. Вот. Я думаю, наверное, подожду немножко и буду заново их знакомить на нейтральной территории, ванной. Вот. Но зато у мамбы с Матео всё нормально. Ну, мамбы тоже такой старичок. Он, например, просто сядет или будет уходить от него. А Матео на него прыгает, скачет, пытается его завалить, под него пролезает, на него запрыгивает. Короче, как хочет на мамбу. Ну, вот. Всё, мамбы пошёл. Ну, вот такие дела у крысок. Сейчас Матео покажу. Вот он, этот товарищ. Я у него только что убралась. И он уже, смотрите, тряпку собрал. У него вообще такая привычка, во-первых, грызть тряпки, во-вторых, собирать их. И он затаскивает потом эту тряпку вот сюда в трубу. Короче, не любит он тряпки и лежит всегда на голом поддоне. Мне это не нравится. Совсем не хозяйственный крыс. Вот. Ну, и, в принципе, у него хорошо, дела потихоньку растёт. Кто в Телеграме не подписан на меня, подписывайтесь. Я там провожу взвешивание каждую неделю, показываю, насколько он вырос. Ну, и вообще, мы там болтаем, и я там гораздо чаще появляюсь. Поэтому Телеграм будет под видео, ссылочка. Так что подписывайтесь, не теряйтесь. Что я хочу вам рассказать. Я, значит, столкнулась с проблемой, что невозможно нигде купить сахар. Я посмотрела в обычных магазинах. Во всяких «Глобус», «Магнит», «Пятёрочка». Посмотрела на доставках, самокат, Сбермаркет. И нигде нет сахара, понимаете? Я просто из тех людей, которые покупают всё вот по необходимости. Сейчас заканчивается сахар, значит, надо купить сахар. И нигде его невозможно купить. Единственное, где я нашла, где можно купить сахар, это магазин «Вкус Вилл». Соответственно, нашла на сайте у них и решила попробовать у них доставку. Вообще, скажу, никогда не пользовалась доставками. Никакие ни Сбермаркет, ни самокат, ничего. И вот первый раз решила попробовать. Вот сейчас вам покажу покупочки, что я купила. Самое, наверное, такое — это колготки. Да, увидела колготки там всего за 200 рублей. Представляете, девочки? 40D с эффектом пушап, телесные. Сейчас посмотрим, как качество. Знаете, бывают колготки такие противные. Так, боюсь я зацепки сделать. Бывают такие противные, негладкие, а эти прям гладкие. Всего 200 рублей, так что берите на заметку. Вот такую смесь для блинов. Это блины многозерновые. Мне кажется, это очень удобно, стоило всего 40 рублей. Просто захотелось попробовать. Вот такая халва. Что-то так захотелось халву. Взяла вот такую пюрешку для своих крысожопок. Овощной салатик. Там сахар. Вот он, сахар. Так долго я его искала. И в итоге 100 рублей стоит. Да, цены сейчас поднялись. В некоторых магазинах вообще дерут цену там по 150 рублей. Ну вот за 100 рублей во вкус Милл есть сахар. Дрожжи я что-то взяла для пиццы и для булочек всяких. И дальше у меня в этом пакете все замороженное. Взяла вот такое мороженое с кемо. Банан с клубникой. И оно на растительной основе, на основе кокоса. Вот, мне было очень интересно его попробовать. Замороженную кукурузу. Замороженный горошек также. Вот такой чай. Очень интересная подача. Там три такие таблетки. И просто кладете в стакан, заливаете кипятком. И очень интересно. Хороший состав. Малина свежая. Корень мебеля свежий. Брусника, вода, гвоздика, листья мяты. И вообще классный состав. Мне кажется, очень вкусный чай. Ну и последнее взяла фарш из форели. И он вот в такой колбасе. Хочу сделать котлеты. Рыбные. Вообще я обожаю рыбу. Вот такие покупочки, ребята. Все это вышло мне всего в 1000 рублей. И хочу с вами поделиться как раз. У меня есть промокод на скидку 200 рублей. Если вы делаете заказ от 1000 рублей. То есть можно вот это все купить за 800 рублей. И вообще там много разных интересных товаров. Которых нет, например, в обычных магазинах. Я вот не встречала, например, фарш из форели. Там есть классные, конечно, позиции. Которые изготавливают именно вот сам вкус вилл. Вот видите, тут бренд вкус вилл. Кстати говоря, даже колготки от бренда именно этого магазина. Вот. Так что вот здесь вот будет промокод. Еще раз дублирую. От 1000 рублей заказываете. 200 рублей вам скидочка будет. Оставлю ссылку на приложение под этим видео. Вообще я считаю, что это очень удобно. Мне привезли вообще, наверное, за полчаса. Ну я первый раз вообще заказывала. Такую доставку делала. И это все очень быстро, оперативно. И, кстати, скажу вам, очень удобно. Не надо идти там в этот магазин. Он у нас находится не очень близко с домом. И вот так вот все быстро. Прямо мне очень понравилось. Так что берите тоже на заметку. Илюха просто обожает залезать под это подвесное лукошко угловое. Он там сидит часто. Иногда у него еще есть такая привычка. Он подлезает туда и начинает его подкидывать спиной. То есть встает и подкидывает. Не знаю, почему ему это нравится. Но вот. Вот, вот так. И он так очень часто делает. Я не знаю, зачем. Илюшка, что ты делаешь? И грызет клетку еще. Вот такой вот Илюха тип. Мамбочка морковку докушал. Мамба, иди сюда, зубки покажешь. Мамба. Тебе еще положить, да? Ты еще хочешь кушать? Сейчас еще курочку тебе положу. Сейчас. Иди сюда, мамба. Иди сюда. Бедняжка голодный. Иди зубки покажи. Мамбу уж. Иди сюда. Нет, конечно же он не подойдет. Не хочет, ребят. Ну, ладно. Сидит, умывается. Умывается эта крыса. Покажи зубки, мамбек. Ну, покажи. Что, на место встали, что ли? Мамбу уж. Ну, куда же ты? Ну-ка, иди зубки покажи. Не, не встали. Бедняжка. Криворотик такой. Давайте пойдем помоем тарелочку. И положим курицу. Вот такая пюрешка у меня. Фрута няня. Цыпленок с овощами. Ну, это такая же. Просто я достала показать вам. Потому что это уже без этикетки. И сейчас положу парочку чайных ложек. Ему. Немножко согреется. Потому что из холодильника. И уже тогда дам мамбуше покушать. Ну, все. Мамбочка кушает курочку. А точнее цыпленка. Вообще кайфует. Обожает он этого цыпленка или индейку. Да все крысы обожают. Честно говоря. Сейчас матюшке тоже дам. Думаю, чего эта Илюшка не присоединяется. А он здесь спит. Все услышал. Давай беги. Ну, все. Учувствовал, что тут дали вкусняшку. Побежал тоже кушать. Побежал. Я сейчас, короче, собралась пить чай. И предысторию такую вспомнила. Не знаю, кто давно на моем канале, может быть, помнит, что я пыталась как-то внедрить рубрику на свой канал. Так, что-то я лохмачу себе волосы. Где я готовлю разные национальные блюда. То есть я готовила, например, брала египетскую кухню и готовила там основное блюдо, закуску, салат, по-моему, десерт и напиток. Ну, в общем, я по четыре блюда готовила. И я себе там написала столько много кухонь, выписала разные рецепты. Но поняла, что люди не хотят это смотреть особо. Прям очень мало было просмотров. И, собственно, когда нет просмотров, нет мотивации. Ну, то есть я это, конечно, могла готовить, но это же тратит все усилия на съемку и все такое. Ну, и я перестала готовить, но рецепты у меня остались. И я тогда закупала некоторые продукты для некоторых таких блюд. Я планировала тогда готовить шведскую кухню, и там был миндальный шведский торт. Вот, я купила миндальную муку, она такая, зараза, дорогая была. Вот, и до сих пор не приготовила этот торт. Но вчера я его приготовила, сейчас вам его покажу. Конечно, мы уже половину съели с Андреем, вот осталась половиночка такая. И тут орешки, это все миндаль. Миндальная мука, миндаль, орешки и, в общем-то, такой шоколадный крем. Очень даже вкусно получилось. Сейчас буду пить чай и кайфовать с этим тортиком. Очень вкусный торт, он сейчас еще пропитался. Вчера мы его пробовали, он был не такой пропитанный. В общем, ребята, что вам рассказать? Я, в принципе, так редко видео стала снимать. Ну, как редко? Я просто не снимала недели-две. Ну, сами понимаете, то, что было грустненько, плохо было, тяжело. Ну, жизнь идет. Ну, что рассказать вам? Вот у меня закончился абонемент, спортзал на днях. Ходила я в основном на групповые тренировки, то есть танцы всякие, степ. Ну, в общем, я так в зал не ходила железо тягать. Но зато всякие танцы, вот это мне прям нравилось очень. Что еще интересно? Я в начале апреля поеду к маме с сестрой, и мы будем делать ремонт у сестры в комнате. Вот, я очень долго, на самом деле, этого ждала. Я даже больше, мне кажется, них этого ждала. Вот, потому что там еще ремонт моего детства. Вот эти вот обои со всякими зайчиками, оленями. И уже давно пора их поменять. Моей сестре 12 лет. И мы уже с Андреем ездили в магазины, в Леруа Мерлен. Вот это все. Мы уже закупили все, что надо. И обои, и разный там стеллаж. В общем, обновление такой комнаты будет прям глобальное. И мне прям самой хочется, мне интересно. Я никогда такого ничего не делала. И будет какое-то разнообразие. Что-то новое поделаю, попробую. Вот, и, возможно, я буду даже снимать процесс на второй канал. Но я еще пока сомневаюсь, буду ли я это делать или нет. Так что, кому интересно, подписывайтесь на второй канал. Я думаю, будет интересно. Ну и, соответственно, когда я уеду, уеду, наверное, я на неделю туда. И тут, конечно же, видео на этом канале пока не будут выходить на время, пока я уеду. Вот. Ну, это будет в начале апреля, повторюсь. На самом деле, в Телеграме столько всего выкладывала. И только сейчас я понимаю, что почему я не снимала это для влога. Почему я не сняла это для Ютуба. Ну, просто разные форматы. В Телеграм я снимаю вот так вот вертикально, а на Ютуб надо горизонтально снимать. И я там снимала, как я хотела птичек кормить. Как мы кормили собаку, которая была похожа на Шуню. Мы эту собаку встретили уже после того, как Шуня не стала. И мы специально поехали ее покормить. Потом, я помню, рассказывала в Телеграме о своих страхах. Спрашивала тоже, ну, подписчиков, у кого какие страхи. Ну, такая интересная, как бы, беседа была. И я думаю, почему я это все не дублировала. Ну, вот как-то так, короче, получилось. Кому интересно, заглядывайте, посмотрите. Там все актуально. До сих пор можно посмотреть все, что я выкладывала с самого начала этого канала в Телеграм. Хочу вам пожаловаться, что натворила Люха. Вот такой кошмар. У него просто дичайшая привычка залезать в шкаф. Я уже закрываю вот этими утяжелителями шкаф. Видите, он прямо на полу находится. Я вот так прижимаю утяжелителями этот шкаф. Так он отодвигает ему вообще пофигу. Оторвал вот эту вот хрень. И ободрал все обои. И вот я сейчас буду на вот такой обычный клей приклеивать. И с этого момента, черт возьми, я буду прям супер-супер сильно следить, чтобы он не проник сюда. И понимаете, это случилось минуты за две. Вот я серьезно, я не вру. Это случилось минуты за две. Вот, и сейчас буду я клеить. Вам покажу потом результат. Ну все, я приклеила обои. Кстати, практически незаметно. Ну это из-за того, что чень падает, из-за того, что стена не прям открыта. Она в шкафу. Матюша спит. Смотрите как. Без задних лап. Просто в полном отрубе. Лапки вытянул. Как всегда, тряпку собрал. И на голом подоне спит. Скажите мне кто-нибудь, как вот можно умудриться вот так и обосрать домик. А, мамба? Скажи, как? Они там вдвоем в сидушке. Два хвоста, видите? Ну вот это, это вообще как? Как? Мамба, скажи, как? Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что скоро с вами опять увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.